МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Пьер Кристиан Браше. Это программа О России, и я ее веду. Сегодня мы перенесемся в Дагестан и поговорим о горских евреях, которые там тоже живут. У нас в гостях Михаил Анатольевич Членов. Он этнограф, профессор, он еще и кандидат исторических наук. Михаил, добрый день! Давайте посмотрим сразу наш первый сюжет. Здравствуйте, Пьер. Как и когда евреи появились в Дагестане, с точностью неизвестно. По одной из версий, предки горских евреев в результате Вавилонского пленения были переселены из Иерусалима в Персию. Там, живя между татами и персами, усвоили татский диалект персидского языка, и в VI веке в качестве персидских колонистов были переселены на Восточный Кавказ для обслуживания и охраны иранских крепостей. Посол Людовика IX в середине XII века проездом в Монголию посетил крепость Дербент. Описывая город и его окрестности, он отметил в своих записках, что вся местность густо населена евреями. Ну вот, на ваш взгляд, евреи – это что? Это народ, это культура, это цивилизация? Я так понимаю, что есть разные точки зрения. Замечательный вот вопрос, Пьер. Сложный, конечно. Я просто, на самом деле, восхищен вами, как вы из сердца, души народа вы за полчаса умеете схватывать. Я не столь талантлив, но попробую. С моей точки зрения, евреи – это цивилизация. Я написал несколько работ на эту тему. А хотя бы потому, что евреи состоят из множества разных отдельных этнических групп, которые как бы аналогичны народам, допустим, в рамках христианской цивилизации или мусульманские, или дальневосточные. Это сложное образование, как и всякое. И мы видим среди вот этой общей как бы семьи евреев, цивилизационной, мы видим там, допустим, ашкеназов евреев, которые говорили на еврейско-немецком языке иидиш. Видим горских евреев, которые говорили на одном из персидских диалектов, который называется татскими, и говорят до сих пор. Видим множество других. Но они разные, таты и горские евреи? Это вообще сложная и достаточно болезненная проблема для этого небольшого народа, о котором мы сегодня говорим. Да, безусловно, разные. Разные в очень многих разных аспектах, но как бы говорившие на близких языках, можно сказать, на диалектах одного языка. Существует тат и мусульмане. И слово само тат – это слово тюркское, которое тюркские кочевники и завоеватели средневековья, когда они встречались с землепашцами, которых они подчиняли, они их называли словом тат. Теперь язык татский. Он относится к иранской группе, безусловно. Евреи, которые попадают на Кавказ, и, в частности, в Дагестан, усваивают язык окружающего населения, который в то время, когда они попали, был вот этим иранским языком, который понемножку эволюционировал в татский. Но евреи в свой диалект татского языка, и они его называют джугури. Джугур – так называют себя сами горские евреи. В этом фильме мы видим, что, и мы слышим, что неизвестно, когда они вообще появятся в Дагестан. Так и есть? Мы не знаем точно. У нас, к сожалению, нету точной квитанции. Или вот сегодня я зафиксировал, что первый такой вот это, я знаю, офшалом появился. Конечно, нет. Что можно сказать? Горские евреи принадлежат к большой семье иранского еврейства. И иранские евреи вообще, да, имеют весьма солидный возраст. И можно полагать, что и дагестанские тоже. Полторы тысячи лет, по крайней мере. Давайте посмотрим наш следующий сюжет, потому что мы говорили о Дагестане. Есть город, где в основном все произошло. Это Дербент. Родословную нынешней еврейской общины Дербента принято считать с конца 18 века. Именно тогда евреи селения Нукау воспользовались привилегиями, данными ханам Ших-Али и постепенно начали переселяться в город. По старой традиции дома строили рядом. Так образовался еврейский квартал у южной стены в верхней части города, получивший название Тангэ-Маха-Лахо, что означает «узкие улочки». В Дербенте евреи скупают виноградники и землю для их создания. Но при этом еще покупают виноград у мусульман, которым религия запрещает делать и употреблять вино. В середине 19 века в городе появляются два первых промышленных предприятия – винные заводы, производившие также виноградную водку и коньяк. Появляется новая еврейская община со своими обычаями, синагогами и другими еврейскими учреждениями. Дербент становится общественным и духовным еврейским центром Восточного Кавказа. Какие взаимоотношения были между евреями и другими народами, которые живут в этом регионе, где очень много народа, в конце концов, живут? О, да. Как мы знаем, этот регион – один из самых мультинародных, можно если бы… Говорят, 36. Да. Кто-то больше, кто-то меньше. Это Дагестан, да. В течение многих веков горские евреи жили в мусульманском окружении. Составляет часть, как я еще говорил, того, что можно назвать большим Ираном. И отношения, в общем, их были примерно такие же, как и в остальной части этого мусульманского мира. То есть на уровне личного общения они были, я бы сказал, достаточно дружественными. Мы знаем много случаев заключения кунацких союзов дружественных между евреями и их соседями, мусульманами. Но вместе с тем, конечно, евреи считались людьми второго сорта с точки зрения элиты феодальной, которая была там, и история горских евреев изобилует, к сожалению, большим количеством выселений, уничтожений, погромов, насильственных переходов в ислам. Сегодня в мусульманском мире осталось очень мало евреев. Горские евреи одни из них, которые как бы продолжают жить вот в этом окружении. Но они сначала живут под руководством иранских шахров каком-то образом, и дальше меняется ситуация, поскольку появится Русская империя. Вообще ситуация изменилась? Конечно, конечно, да. Иранские шахи 18 века устраивали колоссальные депортации, погромы. Когда появляется Российская империя, хотя, как мы знаем, это было далеко не самое дружественное евреям государство, но все-таки, по сравнению, так сказать, с Надир Шахом, то евреи начинают перебираться из вот района сегодняшнего Дербента и близлежащих районов Азербайджана в русские крепости, которые начали строить русские, начиная с начала 19 века. Грозный, Нальчик, Темирхан-Шура сегодняшний, Буйнакск, Моздок и так далее. А какие положения во время Русской империи у евреев и у горских евреев? Когда Российская империя включала в себя зону Кавказа и потом Средней Азии, немножечко погодя, то встал вопрос, что делать с евреями? Евреи должны идти в черте оседлости, то есть на территории сегодняшней Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы и так далее, которая была отведена российским правительством для проживания евреев. И то вдруг они встречают евреев на Кавказе и в Средней Азии. Были даже такие головы среди министров и вельмож, которые говорили, давайте мы их оттуда переселим, допустим, там в Бердичев. Но это, конечно, было безумие, потому что там жили совершенно другие евреи и так далее, занимались другими вещами. Понемножечку царское правительство находило пути, они были непростые, сложные, как бы признавать за ними статус туземных евреев и, по крайней мере, не переселять их туда, где жила основная масса ашкеназов, то есть вот европейских евреев. Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Родился я в Маджалисе. Дядя меня вырастил, с матерью вместо, в пятом классе в школу механизации пошел, стал шофером, всю жизнь работаю в одном и том же месте, колхоз, совхоз, в Маджалисе. И в настоящее время тоже работаю. По национальному евреи, горский еврей, у меня у паспорта написано горский еврей. У нас некоторые пишут «Тат», некоторые пишут «Евреи», некоторые пишут «Горский еврей». А у меня написано «Горский еврей». А в настоящее время сейчас гражданин России. Родная земля – это значит, я здесь родился. Может, Аллах меня здесь и оставит всю жизнь, сколько меня не даст жить. Маджалис – последнее место в этих горах, где живет еще горец еврейча, имя звучит Авшалум, что значит «Отец мира». Родившийся здесь, вырастивший детей, женившийся на Доргинке, похоронивший в этой земле свою мать, он никуда не хочет уходить с этой земли. Но вот что происходит в Советском Союзе? Потому что мы так понимаем, что кто-то уехал, кто-то остался жить в Дагестане. Что происходит? В Советском Союзе происходят драматические события, совершенно нового, совершенно типа, именно с горскими евреями. Советский Союз пытается все время проводить какие-то коренные мероприятия для того, чтобы превратить евреев в нормальный народ, как говорил Михаил Иванович Калинин, который был автором планов советских по преобразованию еврейского народа и быта его. Идея была в том, что евреи должны стать крестьянами в представлении Калинина. Это был нормальный народ. Должны сесть на землю, обрабатывать землю. В советское время начинается строительство колхозов еврейских. И в части горских еврейских. И в части горских еврейских колхозов. И они были построены не в самом Дербенте образованном, а их вынесли на Северный Кавказ, примерно Кабардино-Балкарии, в тот район. Эти колхозы погибли во время Холокоста, когда немцы заняли это место. Они полностью уничтожили эти селения. Община, которая жила в Нальчике, горских евреев, в Кабардино-Балкарии, чудом избежала полной гибели при немцах, которые три месяца в тылу Сталинградской битвы сидели в Нальчике и думали, что им делать с этими непонятными евреями. В послевоенный период начинается так называемая политика татизации, которая совпадает с общим, я бы сказал бы, настроем государственного антисемитизма в Советском Союзе. Появляются, так сказать, некоторые указания свыше, и появляются люди, которые их подхватывают, о том, что горские евреи совсем никакие не евреи. Это один народ таты, который когда-то имел разные религии, мусульмане, христиане, иудеи, сейчас в своей религии нету, поэтому мы не евреи, мы отказываемся от этого, и начинается новая паспортизация, где вместо слова еврей или горский еврей, вот как нам говорил этот последний еврей Маджалиса, появляется слово тат, как национальность, национальность, хотя тат воспринималось почти как бранное слово, неудобное слово. Таты мусульмане предпочитают называть себя кавказскими персами, парсией и так далее, но тат не очень. И начинается эта самая татизация, где горские евреи им внушают, что они не часть еврейского, так сказать, общности, а часть некоторой мифической татской общности. И дальше, значит, где-то уже начиная с 70-х годов, в основном по улице 80-90-е, начинается отъезд в Израиль. В Москве, ну, по разным подсчетам, очень трудно сказать точно, живет порядка 20-25 тысяч горских евреев. В одной Москве есть примерно 6 или 7 горско-еврейских синагог. Не вообще синагог, а горско-еврейских. Они отдельно? Отдельно. Или это зал в больших синагогах. А почему? А потому что у них есть свои особенности литургии. Понимаете ли, ну, что значит, почему? Возьмем, допустим, более близкий вам, скажем, христианский мир. Есть православие, есть католицизм, есть различные виды протестантского движения. У них же церкви разные, не то, что они все ходят в одно, то же самое и здесь. Особенности сефардской литургии, которые именно горские евреи, они имеют свой ряд каких-то других чтений молитв, например, обычных. Это, в принципе, те же самые, но с другими акцентами, могут быть с другими словами. По-разному люди сидят, по-разному люди одеваются. Скажем, в горские еврейские в шестинагогах принято снимать обувь, например, а шкинадские входят в обувь и так далее. Горские евреи на Восточном Кавказе всегда вели общинный образ жизни. В селении Нюгди, что в долине рядом с Дербентом, еще сохранилась община из десяти семей. Здесь строят одноэтажные каменные дома. Двор дома огораживают высоким каменным забором с большими железными воротами. Если есть возможность, во дворе всегда будет сад и беседка и обязательно будет навес, под которым поставят печь Танура. Если у твоих соседей нет Танура, то дать им возможность испечь на ней хлеб считается митсвоем, то есть добрым делом. Поскольку горские евреи очень сильно связаны с природой и с землей, они все-таки какие-то праздники использовали или приняли которые праздники сезонные, праздники связанные с природой? Вообще иудаизм как религия он базируется на определенном комплексе праздников, которые приняли и горские евреи, естественно, как иудеи. Все эти традиционные праздники они возникали еще в древнем Израиле, где евреи в основном были земледельцами. И поэтому все праздники такие как Пейсах, то есть Пасха еврейская, такие как Шабоот, например, Пятидесятница условно, Сукот, они все привязаны к земледельческому циклу. Удивительная вещь, евреи 2000 лет не занимались земледелием, но сохраняли земледельческую традицию в праздниках. То же самое у горских евреев. Они придерживались еврейского календаря и праздники классические еврейские, которые привязаны к началу урожая, к сбору урожая и так далее, они, безусловно, соблюдались. Я не знаю и думаю, что не было у них праздников, скажем, специально табаководов или садоводов. Очевидно, нет. Вообще бытовая культура горских евреев, как и вообще у разных еврейских групп, она формировалась под огромным влиянием, не только влиянием, и была такова, как кавказская культура. Они являются, безусловно, кавказским народом, не только евреями. Это не чужеродное тело среди кавказских народов. А это влияло на структуре семьи? Ну, в определенной степени, конечно. Хотя семья тоже в целом, семейный быт, вот, еврейский, был близок к мусульманской части Кавказа. Горские евреи не соблюдали моногамию. Сегодня практически соблюдают все, потому что в Израиле принято моногамия, и в России принято моногамия, и в Соединенных Штатах, но до недавнего времени сохранялись полигамные семьи. То есть количество жен у мужчины не было определено не четыре жены, как у мусульмана, просто более чем одна. И еще в середине 20 века мы встречаем это нередко. Сегодня центр, более активный центр переместился из Дарбента в город Куба в северном Азербайджане. Это близко от Дарбента. Километров 50-60, наверное, езды, не больше. Но там сейчас существует поселок, который населен только горскими евреями. Больше там никто не живет. На Кавказе всегда любят хлеб домашней выпечки. Его готовят из разного теста и с разными добавками, но всегда он был и остается в круглой форме. Каждый раз, когда в еврейском доме хозяйка начинает катать тесто для приготовления хлеба, от всего теста отрывается несколько маленьких кусочков и бросается в огонь. При этом звучит благословение. Делается это в честь разрушенных святынь храмов. Если такой обряд не произвести, то и хлеб будет считаться некошерным. Традиции горских евреев запрещают выбрасывать маленькие кусочки хлеба. Большой грех выбрасывать даже хлебные крошки. Все должно быть собрано для домашней птицы и животных. Если нет хозяйства у самих, значит надо отдать остатки соседям. Хлеб ломают только руками. Резать его металлическим ножом запрещено. Увидев кусочек хлеба на дороге под ногами, еврей должен поднять его, поднести к глазам и положить на возвышенное место. Если человек так не сделал, значит он совершил тяжкий грех. Часто соседи в целях экономии собираются вместе, чтобы испечь хлеб, так как на разогрев тонура и поддержание в нем тепла уходит много дров. Хлеб стараются печь в пятницу, чтобы в субботу он был теплый и свежий. После этого в теплый тонур ставят кастрюли с едой для субботы, дабы не нарушать ее святость. Ну вот, слово кашру, давайте нам чуть-чуть объяснить, что это. Давайте поговорим о слове кашру. Слово кашер, глагольный корень в языке иврит, означает разрешенный, подходящий для чего-либо. Для чего угодно, в данном случае для еды. и Тора, собственно говоря, Пятикнижий Моисеева, который, как мы знаем, признается и христианской религией, и исламской в определенной степени, является основой иудаизма, перечисляет, что является кашерным, а что не является кашерным. Собственно, Тора нам говорит, что можно есть только тех, мясо только тех животных, у которых раздвоены копыта, парнокопытные, и которые отрыгивают жвачку. То есть крупного рогатого скота и мелкого, коров, говядину и баранину, и вот, козлятину. Все остальное непригодно. Теперь, ну что, еврейские кошерные правила запрещают смешение мясного и молочного. Скажем, бутерброд с колбаской и с маслом, который так любили московские дети есть по утрам при отходах в школу, для евреев немыслимо. Но они же живут на Кавказе, где именно смешение молочных продуктов и с мясом каждый день. Правильно. И этим отличается, безусловно, кухня евреев от кухни, скажем, окружающих их мусульманских народов, лесгинов, табасаранцев, азербайджанцев и так далее. Безусловно. Шаббат как и везде. И здесь нет разницы между горскими евреями и евреями. И евреями другими. Другими. Живем так. Смотрите, значит, я уже, мы начали с того, что евреи цивилизация, да, и существуют определенные цивилизационные моменты. Шаббат это один из важных элементов еврейской цивилизации. Как говорят, шаббат сохранил еврейский народ. Да. Поэтому, безусловно, шаббат у всех еврейских групп, которые мы знаем, эфиопских, французских, испанских, индийских, шаббат это первая святость. Шаббат считается самым главным праздником. Другой вопрос, как именно надо справлять шаббат? Вот, например, у гурских евреев на шаббат принято было, но это не обязывающий обычно приличный распространенный. Принято бы дать и рыбное, и мясное блюдо. А у европейских евреев, например, знаменитая фаршированная рыба. Именно рыбная, да. А горские евреи, через столет, будут себе звать евреем или горским евреем? Евреи обычно говорят, что пророческий дар был Всевышним отнят у евреев 2,5 тысячи лет тому назад. И мы боимся делать пророчества. Но я могу сказать, что уже сегодня они не называют себя горскими евреями. И сами никогда не называли, только по-русски бытовало это слово, и по-азербайджански может быть, дак чу фут. Они называют себя евреями, просто джугор, джугори. Но любопытно, что если в России они известны на русском языке как горские евреи, то в Израиле они не называются горскими евреями, они называются кавказскими евреями. Иудей-Кавказ. Причем любопытно, опять же, израильтяне, как и многие другие, не очень сильны в географии за пределы своей страны. И немногие отдают себя отчет, что Грузия это тоже часть Кавказа, и поэтому у них есть претенение грузинских евреи и кавказских евреи. Кавказское время называют горских. Спасибо большое. Сегодня мы побывали в Дагестане, в Дербенте и поговорили о горских евреях. А Михаэль нам открыл очень много секретов этой культуры, еврейской культуры в России. Я еще много буду вам рассказывать и о других народах России. Ахуах! Скоро увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok